СМЕХ Что такое смех? Смех это когда люди смеются. Смех это когда над кем-то шутишь и вам обоим это нравится и вы оба смеетесь. Смех, когда смеешься, это называется радость. Смех это голос. Смех это то, что мы смеемся о чем-то, когда бывает что-то смешное. Над чем смеяться нельзя? Ну над тем, что если бы ты, например, нашел паука, засунул кого-нибудь и ему подширил. Если ему не нравится это, если он не шутит, а ты смеешься, ну так нельзя шутить. Ну и холодный лед нельзя вот так подширить. Звать, если ему это не понравится. Если он не смеется, а ты смеешься, это тоже нельзя делать. Больными нельзя смеяться. Потому что им это не нравится и потому что больных, наоборот, надо уважать и помогать им. Например, дать таблетки, перейти через дорогу, ну или такси позвать, если у него рука сломана. Нельзя смеяться на то, когда кто-то падает из-за каких-то, все, где нельзя смеяться из-за этого. Ему будет неудобно. Да. Ну, например, если ты пугаешь кого-то, ему бывает страшно и он просто не знает, что ты шутишь. Вот поэтому ему тоже неприятно. Над людьми. Любыми людьми? Да, нельзя смеяться. Ну, люди смеются. Зачем людям нужен телефон? Телефон, чтобы кому-то звонить, учить. Телефон, он нужен, чтобы звонить своим близким, сообщать им о какой-то важной ситуации, ну или просто поговорить. Людям нужен телефон для того, чтобы разговаривать на расстоянии. Телефон, чтобы разговаривать, делать свои дела там. Ты так делаешь? Ну, у меня поломался планшет. Брат случайно сел на него, и он поломался. Ты в телефоне сидишь, и сколько времени ты проводишь? Целый день. А что ты в нем делаешь? Иногда звоню, там, сообщения пишу, видео снимаю. Но я блоги работаю чуть-чуть. Иногда. Ты блогер? Если бы, допустим, ты не тратил время на телефон, на что бы ты, ну, для чего бы ты использовал это? Ну, я бы, чтобы посидеть дома, посмотреть телевизор, поиграть с пацанами в мяч. Когда у меня в руках телефон, родители мои всегда задают слишком много вопросов, и я проигрываю, когда играю. Но, а когда я играю с пацанами в мяч, там, в волейбол, стрельба, тогда родители мне ничего такого не говорят. Я спокойно в себе играю и сам захожу домой. У меня была там однажды игра какая-то интересная. Нам нужно цифру подставлять. Я забыл, совсем не узнал, куда дальше цифру ставить. У меня много цифр, а там еще осталось. И мама у меня забрала и удалила. Дальше мой папа играл в эту игру. Рисовать фломастерами. Пойти к Адаму. Это кто? Мой двоюродный брат. У меня еще есть сестра двоюродная. Еще один брат двоюродный. Родной брат. Еще сестра, еще сестра, еще, еще сестра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова